И очень быстро скользит по лыжной дороге. Мне еще нужно пройти примерно 100 метров. Сейчас мысленно и внутренне она готовится к последней части гонки. 5 километров ей остается до финиша. За 2 километра до лыжного стадиона будет заканчиваться трудная часть дистанции. А вот здесь самый главный старт и все замечательно. Итак, Анфиса Резцова. 100 метров не хватает ей для того, чтобы выйти вперед. Но золотая олимпийская награда в эстафетной гонке и серебряная медаль на 20-километровой дистанции. Резко затормозила и упала. Ну слава богу. Приветствую. Приветствую. Какими судьбами вы к нам? Я пришел к вам в гости. Ура. И очень долго собирался в силу различных обстоятельств. Это было связано и с Олимпийскими зимними играми 22 в Сочи, где наша многоуважаемая Анфиса Анатольевна, она как летала, то на открытии ее вижу, так сказать, вдруг на следующий день уже на открытии московской лыжни. Потом опять, и наконец мы с ней встретились. Я вручаю эти цветы. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодня мы в гостях в семье трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Анатольевны Рисовой. Ну тогда, что же, начинаем нашу передачу земляки. Анфиса Анатольевна, расскажите, пожалуйста, откуда вы родом, о ваших родителях? Ну, родом я с такой, с великой, будем так говорить, губернией, да, с Владимирской губернией Стольный град, будем так говорить, да. Родилась, правда, в Гусь-Хрустальном, Владимиром, но буквально уже к школе в шесть лет переехала с родителями сам в центр «Владимир». Закончила среднюю школу номер 34, десять классов. Честно скажу, в десятом классе была не аттестована. Потому что спортом занялась в шестом классе, лыжным спортом. И до девятого, в общем-то, выступала на соревнованиях в основном в области. А уже в десятом классе стала выезжать на всесоюзные соревнования. Поэтому практически не училась. Десятый класс. Круглый год соревнований, сборы. И когда приехала в июне сдавать экзамены, просилась экстерном сдать. На Владимирской губернии сказали, что за великий человек, что тебе экстерном сдавать. Будешь сдавать вместе со всеми. Сдавала вместе со всеми. Но так как за десятый класс оценок не было, и в аттестате практически все тройки были. Практически. Ну, кое-где четверки. Это физкультура, там рисование, еще что-то. Черчение. А так выше тройки не ставили. Потому что не аттестована за десятый класс. Но это мне не помешало дальше заниматься спортом. Мечта была поступить в юридический институт, которого у нас во Владимире не было. Был в Нижнем Новгороде. И я поехала туда. Узнала, что, как, чего экзамены. Но у нас тренер сборной команды. К сожалению, сейчас уже его нет в живых. Виктор Александрович Иванов. Он мне сказал, Анфиса, у тебя перспектива хорошая. И выучиться ты всегда успеешь. На сегодняшний день важнее спорт. Чтобы по ступенькам, по ступенькам, по кирпичкам мы шли вперед. Вверх. И он меня на тот год отговорил с поступлением. А там уже я затянулась в этот спорт. И поступление уже гораздо позже было. И не в юридическом. Но у меня мечта была, на самом деле, работать с трудно воспитываемыми детьми. Сама. Потому что из большой семьи. Из многоотетной. Нас четверо. Четыре брата у меня. Вот. Но, к сожалению, старшего Сергея уже тоже нет. Так, ну, трагическая такая у него судьба была. 37 лет его не стало. И вот я росла с братьями. И вот, наверное, такой характер у меня закалился. Что шустрость такая вот компанейская такая. И вот именно мне хотелось. То есть мы, в общем, будем так говорить, уличные дети. Потому что родители практически все время на работе. Четверых надо прокормить, а дети обуть, выучить. Вот. Вот. Мама работала почтальоном. Бригадир на почте. Ну, сначала, когда в деревне в Гусь-Хрустальном родились, она там в колхозе работала, потом там на подсочке работала в лесу. Вот. А уже приехали в город в центр. Вот она на почте. Более 30 лет она работала в бригадире на почте. Мама, папа тоже из простых, из рабочих. Он строитель по плотницкому делу. Ездил по разным регионам. Строили дома. Строили дома. Отделочная работа вот по дереву. Это у папины. Вот. Но, к сожалению, сейчас уже их нет в живых. Вот. Поэтому помощи бабушки, дедушки у меня нету. С этими вот чеграшами, со своими девчушками. Вот. Братья живут там. Два брата еще. Михаил и Анатолий. Там семьи, дети. Вот. Спорта практически никто не знает. Ну, так чуть-чуть. Пока в училище, в техникуме учились старшие. Младший занимался много. Тоже лыжным спортом. Тоже входил в состав в сборную юниорскую. В Динамо. В обществе в Динамо бегали. Потом армия. Служил в спецназе. И так и так засосал по военной линии. В общем-то. Он подполковник спецназа. Был шесть раз в Чечне. На Карабахе был. Вот. Парень такой очень серьезный. В Химках проживает с 1988 года. Депутат Совета депутатов городского округа Химки. Почетный гражданин городского округа Химки. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону. Присвоено звание. Заслуженный мастер спорта СССР и Российской Федерации. Президент Федерации биатлона Московской области. Семья. Муж. Леонид Васильевич Рисов. Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации. Дети. Дарья. Кристина. Василиса. Мария. Внук. Даниэль. Завоевала 3 золотых медали чемпиона Олимпийских игр в Калгари в 1988 году. Обладательница серебряной медали на 20 км на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году. Выиграла 4 золотых медали и 3 серебряных медали по лыжным гонкам на чемпионатах мира. Обладательница Кубка мира по биатлону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемая Анфиса Анатольевна, вы готовили пищу? Вы увлекались ли рисованием, хореографией, помогали своим родителям? Ну, по хозяйству, конечно, меня учила мама. Может быть, даже не столько учила, сколько я, наверное, сама наблюдала, что и как она делает. Огромное спасибо, конечно, маме за то, что она в нас во всех прививала трудолюбие. Что мне и помогло в дальнейшем в своем профессиональном спорте большом. Потому что я не очуралась никакой работы. Вообще никакой работы. Мама у нас все лето с первых ягод земляника и практически до сентября до клюквы, когда клюква уже идет. То есть постоянно в лесу. Ягоды, грибы, огород обязательно. То есть мы, как у них стало сказано, ходили за удобрением. Там на речку, где пасли коров. Обязаловка была, чтобы на огород принести вот это удобрение. Поэтому вот в первом классе, я закончила в первом классе, в каникулы, мама как бы нас устроила, всех детишек, на почту к себе. То есть работников отпускала в отпуска, а нас устраивало как на каникулы работать на почте. Мы разносили газеты и письма. Я помню, вот как сейчас, я в каникулы после первого класса, у меня была первая зарплата 110 рублей. То есть мама мне принесла и сказала, вот это твой заработок, 110 рублей. Спасибо. Да, мама там получала, наверное, 140, ну как бригадир, да, там, ну вот 110 рублей она мне принесла. Ну, может быть, я там за два месяца она мне принесла, я же не знаю. Ну, да, да. Почти все лето там работаю. То есть она мне говорит, вот это твой заработок. Вот. И хочу сказать, что вот готовить, я смотрел, наблюдал за мамой. Одно, был такой случай, к ней пришла женщина в гости. Ну, я, наверное, в классе вторую, наверное, в третьем училась. Я жарила картошку. Ну, я видела, что подсолнечное масло. Вот. Жарила картошку. И потом в конце, чтобы она мне не подгорала, я немножко добавляла из чайника водички, кипятка. Она мне спрашивает, а кто тебя так учил? Я говорю, у меня мама так делает. И вот она пришла, она мне рассказывает, как я жарю картошку. То есть вот я вот училась суп варить. Тоже, как у мамы смотрела. Ну, как раньше. Как будем так, вот образно говоря, такую большую бадью там, да, чан, наварит мама. На завтрак, обед, ужин. Вот это вот борща, лещей, чтобы на все, сами с вами днями на работе. То есть мы в любое время могли поесть эти щи. Хлеб отрезать, кусище большой. Ну, вот. Потом целыми, я помню, вот на улице постоянно целыми днями, отрежешь такой толстый кусок, ломоть хлеба, подсолнечным маслом и солью. И выходишь на улицу, и вот со всеми делишься. Чтобы их тоже не загнали домой, а со всеми поделиться. Как тебе в школе трудно быть дочерью такой известной спортсменки, известного человека в стране? Вот тебе трудно это или нет? Вот ты мне скажи, нет, да? Маршинка. Мы лошадки смелые, красивые и гривые. В танце нашем весело размахиваем гривой. Анфиса Анатольевна, а вы вели в детстве дневник, в котором вы записывали самые сокровенные ваши мысли, чувства? Такой жизненный личный дневник я не вела. Да, но, откровенно говоря, наверное, некому было как бы меня, наверное, направить на этот путь, что ты должна для себя. Но, тем не менее, уже вот когда, допустим, определила, что я буду спортом. Причем спортом в первом классе я начала заниматься гимнастикой. Чисто сама, потому что у нас очень сильная школа гимнастики. Владимир. Владимир, да. Николай Андреянов. Да, у нас много. У нас Юра Королёв был. У нас Артёмов был... Такой, как зовут? Вова, по-моему. Ну, они чемпионы мира были по гимнастике. Ну, хорошая у нас, большая школа такая была. Вот. И очень модно было, что вот дети в основном гимнастику шли. В лыжи когда пошла, потому что пришел педагог, закончив только институт педагогический, и конкретно набирал лыжную секцию. А вот в первом классе сама пошла, поехала, причем надо было ехать там на троллейбусе несколько остановок. И вот я поехала, стала гимнастикой в этой школе спартаковской. И педагог меня посмотрел, вот я где-то с полгода позанималась, она посмотрела, говорит, девочка, тебе нужно быть лучше в циклический вид спорта, типа коньковый спорт. Вот. А на тот период у нас как бы, у нас был, у нас был стадион торпеды, заливали каток. Вот. Там же вот, где у нас школа гимнастики, там тоже стадион заливался. Потом у нас во дворах практически в каждом дворе заливали катки сами. Вот. На коньках тоже можно было. Но это чисто вот как бы хоббит. Коньки это так. Вот. И поэтому я не задумывалась. Нет, значит нет. Не потяну, значит не потяну гимнатики. И вот в какой-то период вообще ничего не делала. Баклуши били на улице с ребятишками. Вот до определенного момента. И вот когда уже на самом деле стала спортом заниматься в шестом классе лыжным, но первые конечно шаги это чисто такие детские. У нас сначала катание на лыжах, тренер заманивал, затягивал, чтобы нам было интересно. А потом уже вот это именно конкретно такие тренировки начались. Вот. Такая база создавалась. Тогда я уже стала дневник вести. Вот спортивный. Ну спортивный, что такое спортивный дневник? Я так могу сказать, что это ну практически жизненный. То есть там описывался весь режим. Весь распорядок дня. Всего дня. И каждый день. Вот. То есть с утра допустим, если вот я не выходные в школу. С утра в школу. После школы тренировка. Какая тренировка? В выходные дни естественно зарядка. То есть вот это все описывалось. И когда на самом деле вот уже в дальнейшем. Ну не то, что в дальнейшем, уже когда в сборной. А именно вот еще когда вот детский вот этот спорт. Начальный такой. Для меня ну как затягивало вот это вот описание того, что я делаю. Наверное вот это вот. Ну как бы мне хотелось. Я перед собой поставила задачу. Цель. Что мне это нравится. Уже в профессиональном подходе. Девочек старших твоих. К занятиям. Ну в начале лыжем. А затем уже к биатлону. Ну старший Дарья. Сейчас ей 25 лет. Она буквально с первого по девятый класс 9 лет. Она занималась лыжным спортом. Причем пошла заниматься не сама как бы вот хотелось. У нас была педагог по физкультуре Романова Валентина Георгиевна. Она сейчас преподает в девятнадцатой школе на планерной. Работала у нас здесь. Она сама лыжница. И конечно же она вот просто говорит. Анастас Анатольевна да я даже пускай ко мне идут заниматься. Если хочешь пусть идет. У меня честно говоря вот у нас у родителей. Ну я не знаю конечно как у папы у мужа у Леонида. Но у меня вот нет по жизни такой самоцели. Чтоб дети только были спортсменами. Только чемпионками. Нет. Им давался выбор самим самостоятельно. Но как правило уже из практики по жизни. Ребенок не может сам определиться чем заняться. То есть он пробует себя везде. Вот она пригласила ее заниматься и Даша пошла. С первого по девятнадцатого занималась лыжами. Но биатлон без ныж никуда. Поэтому это чисто базовый наш для биатлона. И потом уже вот в девятом классе она попробовала себя в биатлоне. Попробовала в биатлоне ей конечно понравилось. Но сейчас на сегодняшний день практически я так его называю зимний футбол. Биатлон. Популяризации. Поэтому конечно сейчас все вот эти подростки все хотят заняться биатлоном. Вот. И Даша не исключение. Она вот входит в четвертый год в молодежный состав сборной. Я так предполагала в этом году в олимпийский год. Конечно же по результатам она проходила и должны были ее взять в основной состав. Но к сожалению не взяли в команду в основной состав. Она не готовилась с ними к олимпийским играм. Также на вторых ролях в молодежной сборной. Она в десятом году выиграла универсиаду. Это практически олимпиада среди студентов. Да. В Турции. Она два сезона двукратная чемпионка России. Вот. Уже по взрослому спорту. Ну в общем такая девочка с перспективой. Мы так говорим. По крайней мере есть надежда, что следующие четырехлетия это наверное ее в четырехлетие. То есть по возрасту еще можно готовиться. 25 лет до 30. То есть до 29 лет можно еще готовиться к следующим олимпийским играм. Ей в принципе это нравится. Она замужем. У нее сынуля растет 6,5 лет Даниэль. Она закончила Сходнинскую академию туризма. Далья. Да. То есть в этом самом туристический бизнес. Наверное на будущее будет какой-то семейный. Вот. И на сегодняшний день вот она в молодежной сборной. То есть сейчас она уехала с командой с основным составом на этап Кубка мира. Крестюша вот в этом году закончила 11 классов в 17 лет. Она также с первого класса. Но она занималась. С первого класса она занималась как мама гимнастикой. У нас в школе в гимназии. Ну то есть есть секция гимнастики. Она занималась около года гимнастикой. Потом она занималась в районе двух с половиной лет. Но есть такой модный чирлидинг. Это акробатические такие танцы. Вот. Она 20,5 года занималась чирлидингом. Параллельно она каталась на лыжах. Ну так как Даша старшая на соревнованиях. И мы естественно все семьи приезжали на соревнованиях с Дашей. И все сами вставали на лыжи. И папа, и я, и Кристина, и Василиса маленькая. Вот. Все стояли на лыжах. И Кристина тоже в общем-то стояла на лыжах. И какие-то соревнования детские она тоже участвовала. Ну вот так без энтузиазма. Вот. Ну вот это вот время какое-то было. То есть и чирлидинг у нее не был такой вот цели. Именно что только будут в танцах. Да. То есть она всесторонне развивалась. Ей это нравилось и там, и там, и на лыжах. Вот. Вот. Потом она занималась где-то месяцев восемь наверное. Есть такие борьба. Дэквондо. Угу. Вот. Ее увидел преподаватель. Сказал. Пусть она ко мне подходит. Потому что она такая растянутая. Ну гимнатика занималась. У нее растяжка хорошая. Вот. Да. Растяжка хорошая. Ну вот. Ну это чисто такое мальчишище. В общем-то это. Но она и по характеру девчонка такая. Если Даша она более такая спокойная, уравновешенная, более женственная. А то Кристюш она такая симпатичная, обаятельная. Ну такая вот взрывная, как наверное мама. Больше как пацанище такой у нее характер. Поэтому вот это вот дэквондо ей нормально. Но тем не менее переклистнули опять же лыжи. Она все-таки поставила цель не распыляться по другим направлениям. И вот занялась лыжами. И вот тоже так же до девятого класса она чисто лыжами. Она выступала на лыжах. Она чемпионка спартакиады. Нет, она не была в лыжах. Она не была чемпионкой России. Среди вот своего возраста. Она вот как раз после девятого перешла в лыжи. Стала заниматься лыжей в девятом классе. Биатлоном. Вот. И вот она три года уже как в биатлоне. И вот буквально в прошлом году, тринадцатый год, она стала чемпионкой России. Вот чемпионкой спартакиады среди школьников. Вот их возраст по биатлону. Василиса, скажи пожалуйста. Вот ты пришла заниматься лыжным спортом или лыжами. Что тебя потянуло? Быть похожей на маму или ты по примеру своих старших сестер, которые тоже имеют к лыжным дисциплинам отношения, решила повторить бы ну как бы их как старших сестер такой подвиг. Быть лыжницей. Ну конечно на маму очень хочется быть похожей. Но в лыжный спорт я пошла за старшей сестрой за Кристиной. Я ходила с ней на тренировки. Как бы сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом начала езжать по сборам с ней. И она в дальнейшем ушла в биатлон. Ну а я так и осталась там заниматься лыжами. Так же есть наборы и пока лыжа. А скажи пожалуйста. У тебя что уже какой-то спортивный разряд есть? Или по качеству чисто таких вот на свободных хлебах? Нет, есть такой разряд. Какой? Первый взрослый. Первый взрослый? А лыжу? Да. А что ты уже участвуешь в больших соревнованиях? В больших соревнованиях. А в каких? Ну вот есть у нас такие соревнования, наверное, пока на момент самый высокий уровень. Это пионическая правда. Встала на лыжи или еще нет? Встала. И ты встала на лыжи. Прошу. Ну скажи, на лыжах катаешься? Еще на чем катаешься? Расскажи. Еще на велосипеде на двухколесном. На сумокате. На лыжах, на коньках. На коньках катаемся зимой, да? Что больше всего нравится тебе? Мне на коньках. Ну видишь. Фигуру фигурицкой будешь? Ха-ха-ха. А скажи, пожалуйста, а где же ты катаешься? На коньках в нашей коробке. А вот здесь во дворе. Так. А кто тебя на лыжах поставил? Папа или мама? Мама с папой. К вам такой вопрос, связанный с вашим супругом, Леонидом Васильевичем. Рисовым. Рисовым. Ну, насколько я знаю, что его очень трудно встретить. Потому что он человек тренерского цеха. Человек, который вложил и в вас, я насколько знаю. Да, ну конечно. Расскажите, пожалуйста, о нем. Ну, Леонид как бы в прошлом биатлонист, изумительный стрелок. Практически один из ведущих стрелков в биатлоне у нас в те времена 80-е в советское время. Вот. Мы с ним встречались на сборах. Я будучи лыжницей, он биатлонистом из Подмосковья. Он сам из Щелковского района. Вот. Его взяли в 89-м году в команду в сборную биатлон. И мы с ним познакомились на сборе. В 85-м мы поженились. В 85-м мы поженились. Но вот, к сожалению, Леонид от природы на самом деле, наверное, старшая Дашенька у него, физически не настолько силен. То есть бег ему было сложно. Если он изумительно стрелял, то он как бы проигрывал ходом. И больших таких вершин, ну, он был неоднократно чемпионом Советского Союза тогда. Вот. В сборной он буквально два или три года был. И, честно скажу, в 88-м году, точнее, в Канаду, в Калгари, он практически отобрался на Олимпиаду. Ну, там так случилось, что он не был в сборной на тот период. И брали, конечно, члена в сборной. И его не взяли. Его отцепили. Жаль. И дальше он уже выше не поднялся. Вот. И в 89-м году, когда я родила Дашеньку первую, вернулась в лыжный спорт, он на тот период закончил спортивную карьеру и приступил к тренерской деятельности. И у меня вот тогда на ней не пошло какое-то недопонимание с тренерами и с девчонками в лыжной компании. И он мне предложил, давай, говорит, тогда в биатлон попробуем. Тереть, типа, нечего, давай в биатлон. Потом вот в 93-94 год, два сезона, мы работали вместе в сборной с ним. Конечно, мы два разных человека. Это вода, Леонид, и огонь, это я. У меня огненный знак, я стрелец, а Леонид рыбы. И он, в общем, все время заливал вот этот огонь, это пламя, все время. По сложившейся традиции программы «Земляки», герои передачи обращаются к нашим телезрителям. Пожалуйста. Желаю счастья и добра, чтобы детишки все слушались маму с папой. Всем телезрителям я желаю удачи, благополучия и прекрасного весеннего настроения. Прежде всего, я хочу сказать, что я счастлива, что я живу в Химках. Потому что сама родом с Владимира, но уже более 25 лет я здесь живу. Я, на самом деле, горжусь нашими людьми. Хочу всем вам пожелать в преддверии весеннего праздника 8 марта не только женщинам, всем телезрителям, всем химчанам, всем моим землякам, уже землякам на самом деле, вот я просто как будто бы рожденная здесь, счастья, добра, благополучия, здоровья и самое главное – мира. Уважаемые телезрители, вот и подошла к концу очередная программа передачи «Земляки», в которой мы встретились с Анфисой Анатольевной Рисовой, хозяйкой этого дома. Мы услышали от нее те вопросы, которые не каждый может задать, но и не каждый может получить на них ответ. И в преддверии большого праздника весны, международного женского дня 8 марта, мы сердечно вас поздравляем с этим праздником. Мы желаем, уважаемые телезрители, вам, чтобы в сердцах каждой женщины был всегда праздник, не только 8 марта, но всегда, постоянно. Дорогие телезрители, Анфиса Анатольевна, мы вас благодарим, спасибо, А вам, уважаемые телезрители, я говорю – до свидания, до новых встреч! Пусть наша жизнь не течение плавное, Только бы в ней было самое главное! Сердцем хранимые, Сердцем хранимые наши любимые, Сердцем хранимые, Сердцем хранимые наши любимые!